и четвертый экран с которым стоит познакомиться в этом модуле модули каталог это конечно же список шаблонов вот последняя где дискетка кликаем по ней выезжает панель значит сверху мы видим три кнопки это первое отправляет нас конструктор средний конка список покупок последний конка список избранных товаров и у нас есть три шаблона 1 2 3 то есть у вас есть возможность сохранять и разных шаблона именно в этом модуле ну плюс можно использовать для списка покупок и здесь нас сам само окно список покупок сам экран список покупок и список избранных товаров то есть по факту вас и можно делать 5 шаблонов только в одном этом модуле и смотрите вы можете озаглавить как-то вот у нас все товары основном лежат первом шаплоне можем озаглавить для нас как-нибудь этот первый шаблон например кликаем по карандашу и назовем допустим воскресенье и enter жмем и редактировать все мы теперь понимаю что этот шаблон у нас на воскресенье можем удалить название вот по стрелке вниз кликаем внизу стрелки и загружается наш шаблон тут все то же самое как в других экранах тут все по категориям разбито но также как у экрана со списком покупок у нас также имеется функционал отображение количество купленных товаров давайте зайдем в первую категорию овощи заходим и как видите мы можем отмечать что куплено что нет товары которые добавлен из купленных сюда в шаблоны они одни и те же там если мы отмечем что мы там купили списке покупок этого то списке шаблона он также месяца как купленный если допустим может добавить шаблона потом убрать его из списка покупок например вот купленный товар помидоры мы его делаем не купленный заходим в опции все то же самое устроено как и в остальных экранах и видим корзина перечеркнута значит этот товар находится списке покупок мы можем кликнуть и убрать либо либо добавить обратно товаров и как видите уже в избранном мы можем кликнуть и убрать его с избранного и можем добавить в избранное можем поменять его название или можем удалить